Кто-то пытается судорожно заниматься, посмотрев на себя в зеркало и поняв, что он себе не нравится. Это такой наплыв энтузиазма случается у некоторых раз в 3 года, а то и раз в 5 лет, и заканчивается, в лучшем случае, растяжением сокращений, точнее, ёбаным энтузиазмом. На самом деле, все эти практики, как я уже говорил, не жмите раз в минуту. Если кто-то импредитует дух, у меня их предметы с собой, скажем, на продажу. Вы можете, пожалуйста, заказать эту интузиазму. Вот, вы что, в следующий раз попробуйте узнавать. Лавка духовности. Любая духовность за ваши средства. Ну, посмотрите. Крышка называется «Повладение Жизненной Силой». Автор – это Игорь Исаев. Чем он интересен? Он объединяет и исследует практики йоги и цыбуны. Все это можно скачать у него на сайте, все на тексте, бесплатно. Просто по Яндексу про сайт. Игорь Исаев. Всё. Ёхо. Скачать бесплатно. Скачивать. У него много разных работ есть. Йога, некопрактики йоги и цыбуны. Он пишет интересно. В некоторых местах я с ним согласен, а некоторые с ним не согласен. Он согласен в том, что он игнорирует там соотношение правого и левого кружка. В основном, позвоночный столб, простые асаны. И для того, чтобы, что называется, увеличить свой энергопотенциал и добиться состояния такой повышенной кристальной осознанности, это хватает. Вот про это всё касается. Ну и чтобы так создавать право. Вот в конце он позы приводит. Как можно, так он и делает. Ну, на его взгляд, тоже не все позы он делает правильно. Но на первых порах этим можно уполоситься. То есть на стороне. И он ещё пишет очень так. Достаточно популярно об энергии. Но чтобы хоть что-то понять, нужно иметь, опять же, чистые мозги. Чтобы иметь чистые мозги, вот очень хорошо к ним помогает супермышление для тела. Автор этот Тони Бьюзель. Это современные разработки именно в области психологии, исследователь с точки зрения психологии. Околоэгических, физиотических вообще тренингов. Описание, как вообще работает мозг, какие у него есть клетки. И как можно создавать, программировать свой мозг. И как можно избавляться от программирования, которое, так скажем, происходит со стороны окружающих на вас. То есть это надо знать. Это можно, наверное, тоже скачать. Вот книжка, она... Все книжки, они стоят, ну, это 99 рублей стоит. Продолите есть у нас, если что, вот эта книжка. Да, вот супермышление для тела. У него очень хорошая, хорошая книжка есть, называется «Научитесь учиться или жанрировать». Я в свое время отдал большую долю своего времени для нагряза. И, скажем, не добился таких высот, чтобы цирку уступать. Но... Сейчас попробуйте. Оп-оп-оп-оп. Что-то вот такое. Ну, очень серьезно. В начале кем-то лучше разных методов. Тяжело. И, короче говоря, это тоже один из вариантов созерцания, когда включается мысленный диалог, который постоянно в голове, и проясняется. Человек, ну, на своей. Ощущение начинает обращать внимание. Мозг отдыхает, начинает развивать долю. Так что, прочитайте. И, суки, 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 мышление для тела. Вот. Очень хороший текст, но его, я не знаю, он его не переиздает, София. Называется, это с вами Шавананда. Новозветно-дописывающая терапия. Вот так это выглядит. Вот. Скорее всего, есть переиздание. Либо надо списываться на форумах яглических сайтов и узнавать, у кого еще оно есть. То вообще идею можно ли вообще исключить. Хороший сайт – это библиотека «Белого лотоса». Там многие тексты выложены бесплатно. Другое дело, читайте, как это устанавливается. Ну, что, что. Здесь, чем эта книжка хороша, это не столько Саня Шавананда, сколько Андрей Сидерский. Причем самый такой молодой, и который не столько мистифицировал собравшихся, сколько изложил свое понятие именно на этические практики. Ну, такое трезвое, ясное, более-менее такое понятное. Но, опять же, чтобы врубаться в метафизику, нужно вчитываться и размышлять. Вот здесь есть физиология, патология йога, шастри и иорведи, основа философии, физиологической концепции йоги, элемента метафизики. На мой взгляд, это очень хорошая глава, чтобы, ну как, соприкоснуться, что вкладывали в это и нудроство и все. И как это, во что это все превратилось. Во что это все превратилось, очень хорошо помогает понять вот точно. Маленькая книжка. Называется «Йога и здоровье». Вот, я потом на припасы. Это компиляционный сборник на основе Евтимова перевода с Балакарского, Патрида Альса Зубкова. Вот йога 60-х. Регуляция дыхания у человека, профилактика, восстановительная гимнастика. Очень хорошо и очень так физиологично, полное отсутствие мистики, полное отсутствие, как бы сказать, практики йогического художника. То есть тот, кто рисовал все эти позы, он, наверное, рисовал скорее по описанию. Потому что то, что здесь изображено. Наверное, может быть, автор пытался практиковать чего-то, но просто так даже человеческий организм влиять не может. Это удивительно, это скорее, так скажем, позы рисовали из каких-то небожителей. Но хорошо, можно прочесть за чему-то нужно. По щимутанасаме, на какие железы воздействия. Это полезно. Ну и про дыхание, кстати. На всю эту книжку простоту нормально написано. И что мне очень нравится, она, казалось бы, к юге никакого отношения не имеет, но я этим, так скажем, наполняю свой подход к йоге. Называется «Руни. Мифы и реальности». Автор это Виталий Зайченко. Это про архетипы с юной расой. То есть индусы, когда, например, начинают всех поднимать кундалини, и вдруг на пути этой силы встречается блок психоэмоциональный. Например, в районе Сахистана. Если у человека происходит в жизни это спонтанное пробег, он начинает испытывать непонятные страхи около и рядом сексуального толка. Непонятные образы начинают его штурмовать сознание. И он начинает видеть невидимое, слышать, не слышать. Индус, он подготовлен к своей культурности, понимая, что пришла к нему другая. Он видит эту другую. То есть его сознание, образы, так скажем, его глубинно-осознательных образов, его интересные, несвойственные, обычные человеческие жизни, обрежают в антропоморфном образе богини. Он знает, как с ней общаться, как нему ад набросать, чтобы успокоить хаос сознания. Какую вибрацию это взаимодействует и проходит через блок. Мы все-таки, на мой взгляд, имеем какое-то касательное отношение к ингузской культуре, к империтету. Но любые архетипические образы божественного цвета, относящиеся к культурным, универсальным явным, скажем, вечно всему, все-таки у нас несколько отличается. Но нету, не было России слонов. Когда говорят про Ганеша, ну Ганеша с хоботом не встречался у наших предков. Если говорить про какой-то голос крови, то скорее надо речь про медведя. Вот такой образ. Ну и прочее. В общем, кому-то интересно. Это уже на пленном этапе. Вот хорошая книжка. Тяжелый миф и реаль. Это, скажем так, пленный класс в личной практике. Но я ее никому ей не навязываю. Просто, ну, как информация. Много информации на моем сайте выложено. Мы сейчас с супругой, по плану, на проекте химической йоги. На основе разработок, как скажем, в начало глазах. Когда йога столкнулась на западе с возрождением дохристианского фирования и физических актов. Ну, это показательно. В общем, вот такой прибор. Называется гениализатор. Гениализатор, да. Он йогу приносит в современную жизнь. Сделается очень просто. Из кусочка пенки. Хорошо, если на этом полите вы проснимались на колени. В индийской практике такую штуку, но она делается из водного апперкамента. Причем там отмаливают венные животные. Специальные молитвы. Короче, надевается она вот так на ведущую руку до начала третьей фаланги. Вот так. И человек внеожди мы всю свою посредневную деятельность делать левую руку. Когда он начинает делать все левой рукой, правый может так чуть-чуть помогать. Он вдруг начинает присутствовать в каждом моменте своей жизни. И с точки зрения многих религиозных систем, это по сути лучшая медитация. Он на этом существе здесь и сейчас. Плюс. Когда начинает человек заниматься ведущей левой рукой, допустим, это левая рука, если человек не левша. У него вдруг начинает правая рука пытаться это все сделать и в ней окупится специальный заряд энергии. Все это сказывается автоматически на правой ступне. Начинает очень сильно нагреваться правая подошвенная часть ступни. И буквально чувствуются все выходы биологически активных центров. Проекции жизненно важного уровня. Когда начинает работать правая ступня, компенсируется левая ступня. Левая ступня начинает гудеть. Все тело начинает в тонусе. Ходить я не рекомендую в транспорте, в общественном месте, на работе. Чтобы не вызывать сочувствие окружающим. Спрашивать, в какой горячей тучке у кого бывает. И прочее. Есть такой специалист, очень хороший в психологии. Это популярная психология Леви. Леви. У него пуча книг, которые рекомендую, например. Ну, разные, совершенно разные. Испает гипнотизированный на поле человека. Он своим пациентом, который обращается к нему с какими-то жизненными кризисами, с навязчивыми состояниями, с депрессией, просто правую руку гипсует. Вот это запатентовал как, скажем, личную авторскую разработку. И просто вот он гипс на правой руке помогает человеку избавиться от фобий, правительственного здоровья и развит своей гениальности. Начинает мощное творчество прихранить в свою жизнь. И начинает, как ни странно, лучше он с мышлением и инспирацией. Вы запоминаете лучше, обрабатываете информацию. Когда дамы приходите на деле, начали просто заниматься обычной жизнедеятельностью. Кстати, пальчики, которые вот такие вот торчат, они по размеру соотносятся с пальцами ноги. Человек очень глубокий, мощный, так как видит программа выздоровления, потому что он вспоминает, что когда-то уже на природе очень ловко со своими ступнями какие-то вещи делать. Но не все могут себе позволить ходить босиком по снегу. Вот босиком, хотя есть такие. Здесь, когда вы насадочкой, простые, были поседневные вещи, как почистка зубов, сослеживание, что возникает. Сейчас не пришли. И это. Но это еще не все. Когда вы этим занимаетесь долгое время, и у этой штуки появляется мостик, на который вы вешаете, выходя там вот, она вот подховы начинает не облетать. И не были предки дураками, что вешали подховы на входе, либо специальный мусик на лысо. По сути, это плённый наус, который по форме коммунизирует пространство. То есть, это является коммунизатором. Если проводить проливы с индусской мифологией, то это символизирует лотосового корня. Вот такие вот дырочки, технические центры. Плюс вот эта вот центральная часть том лотоса нераскорющегося. Плюс, плюс. Когда, например, мы поработали вечером. Но я пока не буду показывать, как там дальше с тобой работать. Я так оставлю, так скажем, на сауну. И так много времени я не занимаюсь сейчас в этом изложении. В общем, правая рука, это по форме, как напоминает человек, является маленьким подобием всего тела. Вот эта голова, указательный палец правой рука, мизинец неразработанная левая, либо наоборот левшую. Живот, позвоночник. Активизируя точки на руке, связанные с центром, можно воздействовать на оценки на позвоночник, на линии себе. Сучок, поэтому права занимается. Ну и, кстати, индусские пальцы в замыкании могут быть. Мудийские пальцы в замыкании. Много чего. Но у нас же рука связана через руку, через такой большой канал, с большим темом. Так же, когда человек связан с информационным полем земли, или, как сказал, мудийским линейками Акаши. И потом, когда наработанный пилюминал отслеживает своего состояния в повседневной деятельности и ощущения в правом руке. Вот эта штука вот так вот накладывается. И обычное продувание, но очень мощное через нее, задает ощущение в теле взрывообразно просто в проекции на физических центрах позвоночника. И человек начинает лучше чувствовать пространство на голову. Потому что вот как наша рука связана с большим телом, так мы через голову связаны со всей Вселенной и с космосом. То есть, этот выход, скажем, на область родовой капсулы – это полезный опыт, что работает в нашем мире. И еще выше, еще выше. Другое дело, что порой это расходило. Эта информация очень бывает сложная. Она приходит в образы, не логически, а таким образом. Но то, что человек начинает ощущать присутствие высшей силы в своей жизни, которая ему помогает, он удачно начинает постарически складываться. И то, что раньше его напрягало, перестает напрягать. Ну и люди по добрее встречаются и интересные с ним совпадающие. Информация приходит в книг, когда он случайно разговорил. Это да. То есть, Елена начинает прекрасно читать. То есть, рекомендуем такую штучку сделать, чтобы почувствовать, прав ее или нет. Это надо хотя бы месяц этой штукой дома в вечернее время перед работой. А размеры как ее вычеркнуть? Размеры вы можете подойти и с моей списать. Ну вот. То есть, вы выбрали это снятие всего? Вы можете ее садатировать? Ну то есть, я вот это сделал по своей руке. Вот так у вас. Чтобы она вот так сильно не перегибалась. Пальцы не должны уж очень свободно ее очень так сильно замыкаться. Единственное, что здесь где-то сантиметра два с половиной должно, чтобы когда уж не сильно все хватали. Потому что я наблюдал многие так это. Люди, хоть она у них есть, но хоть так и вот так. Сознает ли переключаться на ведущую или невозможно. Все это в индусской традиции связано с то, что называется свара-йогой. Свара-йога это осознавание воздуха вправо внутри или примыкание каналов. Работка, так скажем, глубинных каналов с помощью движения класса. Ну это отдельная, скажем, тема. Не нужна уже более подготовленная аудитория. В общем, ладно, посмотрите, что вы сейчас как-то делаете. Я покажу в очень быстром темпе, чтобы вы ухватили полностью суть этой последовательности. Потом мы будем кусочком это все делать. А можно заплатить? Давай. 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 Далее, подб taką. Далее. А это не все. А это duration. Далее. И все. И все. Валерийки. Наде, перерисовывайте. Милый, добрый, Севернадский. Другое дело, что у моего субъективного мужчины нет ничего, я на улице вам везете, но вам может показаться на пламя. Не скоросток, не скоросток, не все это просто, чтобы пространство еще и как это еще рискнуть чуть позже. Милый, что это ты, не скоросток. Милый, что это? Милый, что это? Потом повторяется все на другую скорую, и дальше будет движение. Это не простая разминка, но работа с близлежащим телопространством и активизация канала глаз, который напрямую задействуется с областью манипуры в левом центре на глаза, это орган познания обители города драгоценностей в области манипуры. Это тоже не простая прокачка брюшного пресса, а будет и подобная концентрация, которую я скажу, по ходу, вполне может. Попытка приподнять пятую точку, обидеть Ганеши в воздух. Либо сделать его повыше, либо со временем начинает добавляться АШТЛА. В такой фазе, когда тело делается чуть сильнее, в такой фазе. А в пределе делает его так. Но может пройти не одно количество времени, когда до этого дойдутся. Затем мы с вами прорабатываем наши ножки. Будет попытка сложить половинчатую позу у воина. Плюс, если не сильная хорошая растяжка с бедрами, вот так, тем более-менее, что мы будем делать вот в таком положении. Выход вперед, выход на одну ногу, выход вперед, выход на одну ногу. Со временем, когда растяжка на душе, идет такая фаза. Либо вот такая фаза. Ну, в самом таком, приближен к классическим текстовым варианте 3 и так. Либо оно выглядит вот так. Но это все тяжело. Потом, со временем, человек начинает уходить вот в такие вещи. Но на сегодняшний день, если тресло взглянуть, то некоторым даже уже вот так тяжело постоять. Поэтому есть вариант. Вот такой вот. Закручиваем.